В целях установления социальной доплаты к пенсии на 2019 год величину прожиточного минимума пенсионера в Ненецком округе предлагается сохранить на уровне текущего года, то есть в размере 17 956 рублей. Этот вопрос сегодня обсудили на заседании постоянной комиссии окружного собрания депутатов по экономической политике и бюджету. Отмечу, что в соответствии с расчетами, предоставленными департаментом экономики и финансов, величину прожиточного минимума пенсионера изначально предлагалось понизить на 3,2%. Почему величина прожиточного минимума пенсионера в Ненецком округе в 2019 году должна стать ниже, чем в текущем году, разъясняет руководитель департамента экономики и финансов НАУ Татьяна Лагвиненко. По ее словам, такие данные были получены, исходя из существующей методики расчета. Снижение величины, установленной на 2019 год, обусловлено произведенным перерасчетом величины прожиточного минимума пенсионера на 2018 год с учетом фактически сложившегося уровня инфляции. Так, при оценке в 2017 году уровня инфляции на 2017 год в размере 4,6%, а фактически он составил всего 1,7%. В настоящее время уровень инфляции по итогам 2018 года оценивается на уровне 2%, против ожиданий прошлого года 4,8%. По словам вице-губернатора, с 2020 года будет применяться новый порядок расчета величины прожиточного минимума пенсионера. Предлагается устанавливать его на соответствующий финансовый год, исходя из размера величины за второй квартал предыдущего года, не учитывая инфляционные ожидания. Как отметила Татьяна Лагвиненко, принятие данного федерального проекта повлечет за собой еще большее снижение величины прожиточного минимума пенсионера. Парламентарии настаивают на том, что существующая методика расчета не совсем подходит, а чтобы избежать снижения, нужно рассмотреть другие возможные варианты. Инфляция как таковая, все-таки повторяю, есть. И вот здесь снижать и объяснять то, что у нас вдруг потребительская картина, корзина стала ниже, ну практически невозможно. Я уже не говорю сейчас там бензины, керосины, все что с этим связано, я еще раз говорю, здесь просто невозможно будет объяснить. В результате дискуссии по данному вопросу большинством было принято решение сохранить размер прожиточного минимума пенсионера в Янецком округе на 2019 год на уровне текущего года, то есть 17 956 рублей. Еще один вопрос, рассмотренный на заседании постоянной комиссии собрания депутатов округа, касался компенсационных выплат для граждан, проживающих в аварийных домах, включенных в реестр. Как отметила председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова, впервые в регионе разработан проект «Порядка к законопроекту». И три варианта компенсационных выплат – это на приобретение жилого дома или части дома или помещения в многоквартирном доме. Возможно также компенсационную выплату получить на строительство жилого помещения, но при условии, что если долевое строительство, порядка 60% объект уже готовность, потому что мы предполагаем, что было масса вариантов и случаев, когда на начальной стадии строительства просто останавливается, поэтому все-таки 60% готовности – это коробка здания, коммуникации, остается, как правило, только отделка. И иные цели – это если у гражданина, у собственника есть уже квартира, и ему не требуется обеспечение себя местом для жительства, но нам необходимо расселить будет этот. Размер компенсационной выплаты будет рассчитываться, исходя из общей площади освобождаемого жилья, умноженного на среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилплощади, установленной в регионе. Сейчас это 60 тысяч рублей. Сумма установлена Минстроем. На заседание прозвучало предложение, чтобы размер стоимости квадратного метра регулировался администрацией округа, а не Министерством строительства. Оба законопроекта будут вынесены на рассмотрение сессии для принятия в первом и втором чтениях. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».